я уже около трех лет работаю в этом проекте до этого главным образом своей карьере я работала с линуксом наверно 80 процентов моего времени сейчас уделено зефиру в настоящее время что это такой проект сотрудничества фон линукс который был объявлен официально пару лет назад то есть это операционная система масштабируем в режиме реального времени если маленькая модель память и ограничения в обработки для таких вот 8 килобайт это сейчас если вы обдерете большинство вещей кроме центрального ядра там 6-7 килобайт памяти останется но вы можете это масштабировать дополнять другие и фичи чтобы действительно это был более мощный инструмент тут различные архитектуры большая ксадовикса а а рэм а также риск 5 лицензия получена лицензия это лицензия на разрешение это работа но разрабатывается обычно как проекты open source у нас есть исходный код и так далее ну вот основная цель проекта заключается в том чтобы как я здесь говорил был уже это для микроконтроллеров линукса что это означает в целом это означает что когда железо масштабируется до таких низких уровнях что больше уже не будет работать линукс мегабайта будет очень мало то есть какая-то система операционная может это подхватить то есть нужно соответствующие железо по такие решения проект был запущен в начале шестнадцатого года три члена запускали синопсиса и еще несколько новых компаний уже с тех пор присоединились к проекту а самая крупная линара которая принесла с собой много вендоров в этот проект и у са еще несколько членов нордик полупроводники нордик нордик и стены контактерс тоже очень много нас поддерживают также вы видите тайм а отекона всего несколько месяцев присоединился к нам и мы интересны различные устройства слуховые и вот проект был запущен это xxx и арм и арка но с тех пор как запущен был проект у нас еще тут подключить вы видите рискайф на из два например он эта платформа на fpd это дочка интелла и также платформа расширенной интенсивики когда проект был запущен у нас был такой вот одна плата официально поддерживаемая на архитектуру а рм аркангейсик ну с тех пор очень большой рост мы видим то есть вот железо мы модернизируем это не самый последний набор это небольшая часть того железа который это поддерживает и сейчас прекрасно вписывается в эту матрицу но еще компании будут на присоединяться и их интересуют какие новые платы системы электронные платы и они тоже работают над этим они официальные члены этого проекта то есть над железом тоже работают несколько слов по поводу архитектуры проекты что вы там найдете в зефире я уже упоминал что мы можем конфигурить очень хорошо разные фичи добавлять разные параметры в зависимости от того какие требования у вашей у вашей у вашего железа у платформы и нужно работать в разном контексте тут несколько категорий есть интерапторы могут быть трэды либо либо кооперативные либо приоритетные в зависимости от того какой трэд вам интересен какие приоритеты отрицательные приоритеты это один тип позитивные приоритеты то есть положительная приоритетность и другие и статично распределены все ресурсы памяти с тем чтобы вы сразу понимали какие будут границы какая будет память максимальная есть у вас небольшая память есть объекты высшего уровня которые можно использовать это динамическое распределение памяти полы памяти memory pools и еще там есть memory блоки и memory box памяти и мы их распределяем есть блок free они используют и используется такой свободный пол памяти API и есть статические арестеры то есть статические статические прерыватели также и вот операционная система open source у нас очень большое количество функционала высокого уровня а у других просто есть такие ключевые RTS можно делать расширение Bluetooth есть также нативное оптимизированное IP расширение это буквально несколько месяцев назад только вышло последние версии в этом году также управление мощностью разные другие фичи крипто библиотека это тоже часть зефир вот как мы для себя видим этот проект зефир эту экосистему зефир как мы можем разделить на разные части в ядре сама федерационная система зефир три слоя внизу ядро и слой абстракции это железо и мы говорили тут самое небольшое отпечаток футпринт вот в такой архитектуре очень узкий слой чем больше память вам нужно вы можете набирать из верхних слоев вот эти операционные системы расширения и переширения крипто библиотека и подобные вещи и далее самый высокий слой у нас тут сетевые протоколы самые лучшие IP протоколы какие только могут быть и были высокого уровня объекты вы можете воспользоваться если вы выйдете за пределы ОС то есть целоряд настроек бутлоудер в частности который является сейчас отдельным проектом и это также позволит обновлять систему новой версии внедрять затем есть целый ряд вещей которые изначально не были частью проекта эфирного потом они присоединились и это различные расширения разработка расширений например микро питон java скрипт приложения вы можете интегрировать java script коды соответственно использовать наращивать систему таким образом и это создало сообщество разработчиков которые обеспечивают все эти функции о которых мы даже бывает не знаем поскольку мы не являемся частью этих дополнительных частей проекта и вот это основные прописаны здесь участники этого сообщества теперь пару слов еще как идет разработка мы отслеживаем прогресс создание кода используем типичные некие решения насколько возможно и используем части кода из линукса мап windows систем задействовать с поддержкой sdk если время позволит я продемонстрирую еще более подробно эту часть есть целый ряд образцовых приложений или базовых так сказать приложений которые мы также готовим которые позволят увидеть возможность системы интеграция с аппаратным обеспечением также продумывается чтобы это было встроено в систему чтобы большинство вот этих плат которые я демонстрировал они поддерживались как изначальное решение работающие на этих платах все три платформы поддерживаются с точки зрения разработки кода но у нас есть так сказать исходная стартовая платформа это linux и кое-кто из разработчиков я участвую в разработке linux и целый ряд черт целый ряд механизмов и кода из linux также используется в частности это гибкость которая будет обеспечена по конфигурации всех почти что компонентов более детально это также пришло из linux и мы также переключаемся на sime для того чтобы обеспечить лучшую интеграцию с windows платформы используем также из linux дефиниции организационных структуры дерево и linux если он не привязан к конкретному аппаратному обеспечению то вы можете использовать также для того чтобы посмотреть насколько успешно код выполняется какие основные ключевые области на которых фокусируется сейчас проект и куда он движется в будущем будет двигаться в будущем я повторял уже несколько раз в ходе такой презентации что нам потребуется обеспечить решение вопросов безопасности то есть сертификация от систем безопасности нужно обеспечить это поскольку для многих пользователей это будет важно и целый ряд черт сейчас разработаются которые позволят это пройти в частности сплит кернела разделение кернела на части которые могут иметь разные привилегии разные уровни доступа такое мы хотим обеспечить для системы поскольку это позволит использовать ее в большем количестве применений а также мы улучшаем поддержку всех трех платформ основных mac windows пока еще не на таком уровне поддержки как linux но тем не мы работаем над тем чтобы была более устойчивая поддержка этих платформ поскольку это важно для лучшей интеграции таких устройств работающих на упрощенной системе с более сложными системами и также есть целый ряд вариантов Zephyr которые используются GCC в частности и эта работа еще продолжается ELM поддержкой целый ряд пэтчей также мы надеемся в ближайшее время будет выпущено дополнение которое позволит устранить некие несоответствия при работе с этими основными системами например у Intel тоже есть ICC которая оптимизирована для Intel архитектуры и мы пытаемся что-то подобное создать еще одна вещь которую мы еще не сделали но хотим это возможность модернизации аппаратного обеспечения и чтобы система могла работать очень важно обеспечить готовность системы работать обновленной архитектурой с обновленной версией аппаратного обеспечения у нас два слота будет текущие версии операционной системы и та которая пробная та которая новая разработана чтобы пользователи потенциально могли попробовать насколько успешно работает та версия которая в ближайшее время выйдет на их конкретном аппаратном обеспечении еще немного о графике работ по проекту TheFirm мы каждые три месяца примерно готовим новую версию новый релиз этой операционной системы и вы видите график примерно два месяца назад вышла последняя версия 1.9 и сейчас мы готовим 1.10 версию и вы видите есть целый ряд обновлений и планы на дальнейшую работу уже составлены в декабре примерно мы надеемся будет 10 уже доступная версия потом мы перейдем к работе над 11 версией а затем мы также продолжим работу над тем чтобы обеспечить поддержку техническую предыдущим версиям которую мы хотим обеспечивать по крайней мере некоторое время пока мы не будем знать что большинство пользователей перешло на более новую версию и мы хотим чтобы это был хорошим продуктом и мы хотим чтобы пользователи были удовлетворены нашим продуктом операционной системы а также очень важно как я уже говорил надо нам обязательно обеспечить сертификацию безопасности я фокусируюсь в основном на сетевом аспекте работы системе и я могу более детально рассказать об этой части что зефир предлагает во-первых сетевая работа в сети когда проект начинался мы хотели сразу используя наш собственный писток а как такую опцию начали мы обеспечили то что произошло это то что мы хотели чтобы эта часть работала со стальной архитектуры зефир а и чтобы это работало одновременно потребовалась некая адаптация и к сожалению изначально у нас требовалось слишком много памяти на обеспечение сетевой работы и мы выходили за рамки той памяти которым изначально заложили операционную систему она должна работать с очень ограниченными ресурсами в аппаратной части тем не менее мы должны были поработать дополнительно чтобы уменьшить потребности памяти и вообще сетевого компонента и более высоковырные протоколы вы можете обеспечить их работой на 802 15 4 протоколы у нас также есть целый ряд интернет драйверов уже и перечень который видите справа он увеличивается виртуальные драйверы есть для пользователей которые позволяют комбинировать несколько таких QLM систем используют IP протоколы пару слов о сети Bluetooth я упоминал уже возможно что также эта операционная система позволяет работать в сети Bluetooth это поддержка у нас есть полный стак это означает что все типичные устройства которые имеют Bluetooth модули они все работают означает как правило это выделенный специальный контроллер Bluetooth бывает тех устройствах есть они разнообразные но у нас есть протокол который позволяет работать со всеми этими устройствами по крайней мере со всеми традиционными наиболее распространенными мэш поддержка это тоже очень важная черта которую мы объявили что это будет в эфире когда мы объявили вообще в июле этого года о том что будет такой сетевой компонент разрабатываться и самая малая плата на которой 16 килобайт оперативной памяти и понимаете на такой маленькой памяти Bluetooth чтобы работал это довольно сложно обеспечить поэтому нам пришлось потрудиться делать дебаггинг несколько раз устранить всякие баги и так далее чтобы система работала без боя на такой малой оперативной памяти также у вас нет исходного Bluetooth радио модуль в таких ограниченных системах и поэтому мы задействуем ресурсы других контроллеров которые могут обеспечить такую работу у нас также есть экспериментальные устройства на Bluetooth который работает на очень низких токах очень мало токах малых соответственно энергопотребление очень маленькое и мы работаем над профилем IP support чтобы обеспечить лучшую интеграцию IP стека по Bluetooth некоторые еще черты которые мы запланировали пока еще это не сделано поскольку у нас есть собственный контроллер мы можем оптимизировать дальше этот контроллер и в частности стандартный HCI расширение есть некоторые дополнительные черты Mesh технологии ограничения по времени что довольно трудно на такой ограниченной системе воплотить но тем не менее мы собираемся это сделать и еще поддержка Bluetooth 5.0 версии это также уже объявлено и мы думаем что это будет обеспечено тоже если вы заинтересованы более детально узнать у нас на самом деле на этой конференции еще будет три презентации мы будем говорить о поддержке Bluetooth Mesh более детально в рамках этой операционной системы Zephyr а также будет о поддержке Bluetooth контроллера и Zephyr сетевых технологиях поскольку у меня еще осталось время я может быть покажу на практике как это будет выглядеть и как мы работаем разрабатывая Zephyr если позволит мне конечно видеоролик это сделать просто в реальном времени демонстрации так что у меня здесь есть открыто окно я сейчас запустил демонстрационное Zephyr приложение и это не будет простая фраза hello добрый день мир несколько более сложные я вам покажу как мы например можем тестировать Bluetooth функционал с помощью Zephyr что я сделаю вы можете экспортировать адаптеры Bluetooth который работает Linux в QM базирован в систему Zephyr и потом посмотреть как это будет работать в Zephyr операционной системе у меня есть BTU1 анализатор соответственно вы видите окно также показано и окно с Zephyr приложением вот я запускаю это демонстрационная версия вы видите слева обмен который Zephyr обеспечит в рамках этой системы с контроллером и вы видите что печатает консоль Zephyr операционной системы скан сканируется приложение и вы видите что обнаружена система вот теперь мой телефон соединен по Bluetooth через адаптер на моем ноутбуке это демонстрация того как работает датчик удара сердца я вижу здесь это считывается так сказать с этого телефона и показывается в окне в котором работает операционная система система щитчик ударов сердца если вы только начинаете работать это одно из простых приложений которые можно использовать за действующие Bluetooth поскольку платы которые работают на операционной системе Zephyr они как правило ограничены память поэтому мы используем память которая статически распределена то есть она изначально задается мы знаем ее целевые параметры и мы например можем запросить системе ROM отчет отчет по такой разбивке памяти и вы видите как подразделяется ваша память таким образом устройство например может такой запрос продемонстрировать вот здесь лучше видно вы видите общую память общий объем внизу 82 килобайта и также видите на что она именно тратится сколько процентов идет на каждый модуль прописан в системе и еще одна цель ROM отчет отчет по флэш памяти например если мы хотим посмотреть 120 килобайт это уже доступно вы можете таким образом делать запросы на компоненты которые работают под Zephyr ОС еще пару слов о том где вы можете найти дополнительную информацию есть веб-сайт в котором детали приводятся вы видите здесь адреса также в твиттере вы можете отслеживать наш прогресс у нас есть IRC канал в котором мы отвечаем даже некоторые вопросы пользователей и я уже говорил что код сам доступен для загрузки чтобы вы могли попробовать проэкспериментировать вопросы пожалуйста если есть вопросы спасибо большое за интересную презентацию также за демонстрацию теперь у нас есть минут 10 на вопросы спасибо за презентацию можете сказать кое-что еще о требованиях к системе я могу рм cortex м3 контроллер нет ммю у нас нет требования по ммю если вы посмотрите на те платы которые cortex там тоже есть плата даже cortex м0 если вы заинтересованы у меня несколько есть плат которыми работает система которая работает на системе зефир у нас есть два целевых м3 и несколько других за пределами cortex как распределение осуществляется мсп 130 60 бит контроллер или cortex a cortex a может да но это вопрос если вы можете linux на этой плате выполнять то тогда эта система тем более сможет да но linux это слишком много слишком большая система есть смысл переходить на да вы можете перейти попробовать это зависит от конфигурации вы можете попробовать 60 бит вот это не будет работать потому что сейчас 32 бит это платформа для зефир который поддерживает и не 64 поэтому 32 бита пока архитектура поддерживаем еще вопрос отсюда спасибо за презентацию им был вопрос о cortex m0 или m3 у вас есть какие-либо цифры по флеш по рам какие-то ограничения зависит от того какого приложения вы собираетесь выполнять на этом устройстве типично bluetooth например с которым я знаю лучше всего 70 килобайт флеш требуется по крайней мере 120 килобайт 70 до 120 по крайней мере если требуется больше сетевых возможностей 150 может килобайт нужно тогда по крайней мере что касается оперативной памяти рам вы можете делать 60 килобайт довольно значительная функция обеспечит boot и также 32 килобайта если добавите будет еще больше возможностей нужно помнить что с флеш но если вы такой двухслотовый подход используете то можете взять это из своей флеш памяти следующий вопрос несколько кратких вопросов а вот насчет поддержки USB у нас есть девайс USB флеш и есть приложение для bluetooth ну вы можете на зефире это используйте но вот постхост да USB хост ну это конечно интерес в этом выражался определенный может быть это появится через год может быть но сейчас это все на USB собственно говоря устройстве вопрос микроблейст софткор если вот такую архитектуру взять как FPGA софткор процессор он поддерживает это FPGA за это IOS есть которые работают на FPGA ну собственно говоря мы не специализируемся на этом но я знаю что есть аос которые сидят на FPGA но еще вопрос может быть слегка философского характера вопрос такой но безопасность тут очень критично то есть вот поддерживать безопасность высоко ли она в ваших приоритетах здесь вот именно безопасность и защита это один одна из самых высоких приоритетностей для нас сейчас мы используем разные статические анализаторы чтобы посмотреть на безопасность чтобы была приоритетной чтобы упреждающие действия были когда очень высокая нагрузка рабочая то есть безопасность очень важна высокий приоритет у него на контроль SPI в этой области я не очень хорошо осведомлен но я могу детали для вас найти потом с вами связаться я в этом не специалист спасибо следующий вопрос вы говорили по поводу зефир в реальном времени в режиме реального времени до вас была презентация по поводу ядра в режиме реального времени а я к сожалению не был на предыдущей презентации комментировать но вы может быть знаете о поддержке в линуксе в ядре линукс в режиме реального времени вы этим пользуетесь нет это уже другой совершенно проект в общем то ну хорошо а какой режим реального времени вы можете предоставить по более-менее стандартному ядру линукс возможно ли это вообще но это такая область с которой я не являюсь экспертом но зефир вот модель графика и масштабируем зефир очень проста но собственно говоря это не головоломка такая сложная тут достаточно просто уже если мы будем применять такой детерминистический подход хорошо большое спасибо еще один вопрос догонку ну вот еще комментарии по поводу режима реального времени у нас есть поддержка контроллеров bluetooth тут очень важно по времени это очень критично вовремя это сделать и надо воспользоваться тем фактом что мы можем это сделать да вопрос а вы можете заменить вот вот это расписание так сказать графики в зефире чем то действительно очень жестким режиме реального времени но это же софт тут как бы если не в железе нет это все понятно но в принципе можно интегрировать с чем угодно очень хорошая системная интеграция здесь следующий вопрос спасибо за презентацию у вас есть возможность на коленке так сказать создать нуля вот этот проект новый проект буквально с нуля вы можете это а можете ли вы поделиться с нами какими-нибудь идеями как ошибки вы фиксите например если погрешность в приложении или в микро ядре вот какие-то баги что вы с этим делаете зависит от того что это за баг но мы используем фичу защиты памяти это определенная архитектура и там в общем то вот все эти баги можно предотвратить или мы можем их фиксить но в принципе если что-то какая-то ошибка есть вы можете транслировать это в код посмотреть или чтп или другой какой-то дебаггер чтобы разбаггить это и вы смотрите и в общем это все можно фиксить так же как вот на иосах на линуксе все это тоже есть а есть какие-то у вас ограничения по самовосстановлению зефир должен быть очень надежной системы я имею ввиду и сам восстанавливаться от каких-то может быть багов если какая-то определенная политика как этим управлять например когда можно отключить это зависит от подсистемы классифицируем все эти вещи в то-то что-то что является критичной ошибкой надо снова перезапускать или что-то легче пофиксить это зависит от того на какие у вас подсистемы тут вам помощь контроллер и контроллер и какие расширения вы можете сделать и вы можете понимать изначально что никогда не должно происходить ни в коем случае ну или есть такой хендлер который может прервать и снова начать чтобы рестарт а сколько времени потребуется чтобы начать снова оно зависит от платы ну чтобы понять что произошло это микросекунды и снова начать зависит от платы конечно же ну то есть без инструментов медленнее все это у вас пойдет последний наверное только самый вопрос а вот как сравнить зефир вот сравните зефир с ну как есть дифференцирующий фактор что у зефира много дополнительных фичи и сервисов экстрасервисов помимо ядра расширения сетевые расширения различные протоколы это такая разветвленная экосистема когда вы делаете продукты с зефиром вы смотрите на другие модуль на другие исходные ключи то есть все может быть в одном и том же пакете большое спасибо уже больше нет времени вот вопрос вам какой самый лучший вопрос вы получили сегодня от аудитории все суперские вопросы правда даже не знаю как выбрать но все-таки кого вы выбираете ну какое ваше мнение или это должно быть коллективное нет все хорошие нет мы настаиваем чтобы вы выбрали кого-то потому что этот парень получит футболку был вопрос хороший по поводу rights оэс операционной системы потому что я должен был показать это в презентации на самом деле какие ключевые конкурентные преимущества по сравнению с другими системами и конкурентами так это кто же у нас этот вопрос то задавал вот по-моему здесь вот парень сидит да ну что ж большое спасибо за вашу презентацию спасибо вам спасибо 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 спасибо